Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Виталий Хомутов и выпуск новости Тайгана. Новостей из парка Львов в Тайган в последнее время приходит много. К сожалению, не все хорошие. А новость о гибели Леокадии, просто-напросто трагическая, которая ошарашила всех, кто следит за жизнью Тайгана, и не только их. Так вот, друзья, вчера исполнилось уже 9 дней. Как с нами нет Леокадии. Но вы знаете, количество сообщений в социальных сетях просто-напросто поражает. Насколько люди любили и уважали этого человека. Друзья, в случае Леокадии, вообще это такой удивительный пример, когда сотрудник от рядового кипера прошел все ступеньки карьерной лестницы. Леокадия дослужилась до старшего кипера, работала им длительное время, и затем вообще была назначена директором Ялтинского зоопарка сказкой парка Львов Тайган. То есть этот человек своей самоотверженной работой, своим ответственным отношением заслужил уважение как коллектива, так и руководства парка. А насчет уважения коллектива, друзья, это действительно 100% так, потому что сам я, частенько приезжая в Тайган, имел возможность общаться с сотрудниками, с тем же кипером Виктором. И вы знаете, всегда, всегда очень лестно, по-доброму, уважительно отзывались о Леокадии. И на это были все основания, потому что Леокадия, она не просто помогала, не просто руководила, не просто своим примером показывала, что и как делать, но действительно была таким добрым наставником и учителем для всех. И для начинающих, кто приходил в парк Львов Тайган работать, и для уже опытных сотрудников. Поэтому то, что случилось с Леокадией, действительно не укладывается в голове. Это тот человек, который знал все от А до Я, знал всю подноготную, и других, наоборот, наставлял, как говорится, на путь истины. И вот такое случилось. Ну, посмотрим, друзья, по результатам следствия. Уже все встанет на свои места. Кстати, друзья, кто еще не подписан на наше сообщество, Тайганы, парки Крыма, обязательно сделайте это. Там много информации интересной по Тайгану. И ссылочка будет в описании к видео. Что ж, друзья, память о Леокадии уже однозначно будет увековечена. И не только в наших сердцах, но и в памятниках. Олег Зубков уже сообщил, что установит два памятника. Один на месте захоронения Леокадии. И второй уже более такой большой, грандиозный, где Леокадия будет изображена вместе с тигренком на руках, в парке Львов-Тайган. И пообещал, что сделает это уже в следующем году. А между тем, друзья, в парке Львов-Тайган, как вы знаете, пополнение. Томочка, львица, которая была и есть единственной львицей в главном прайде, которая в этом сезоне, в этом году была в саванне, когда ее выпустили, то она сразу же загуляла с Чипом, белым, матерым ветераном крымской саванны. И вот буквально на днях она родила двух львят. На Капсомольской правде в руководстве парка Львов-Тайган уже сообщили, что хотят назвать их в честь Леокадии. Ляля и Леа. Вот такие вот имена. Сложность в том, что Томочка родила прямо в саванне. И несмотря на то, что это ручная львица, Олег Зубков после приезда из Китая хорошо с ней контактировал, смотрел ее, осматривал, но, к сожалению, не успел завести вольер, где бы она родила, и можно было бы хорошенечко ухаживать за малышами. Поэтому пока малыши в саванне и, к счастью, в Крыму потеплело. Установились солнечные деньки, теплая погода и прекратились дожди. Будем надеяться, что вопрос с малышами будет в скором времени решен. И все-таки Томочка вместе с ними отправится в вольер, где они будут в безопасности, в тепле и комфорте. Олег Зубков сообщил, что львы, которые растерзали Леокадию, по его информации, это один лев и две львицы, которые прибыли в парк львов Тайган из Мариуполя. Так вот, несмотря на то, что были некоторые заявления, что этих львов нужно подвергнуть эвтаназии, Олег Зубков выступил против этого, объясняя, что это природа хищников. И вины никакой в этом их нет. Поэтому эвтаназии их подвергать не будут. Они останутся на экспозиции. Единственное, что для них теперь закрыт уже выход в Саванну. В Крымскую Саванну их выпускать не будут. Они будут постоянно находиться в вольере. Ну что ж, как хозяин этих львов, Олег Зубков имеет полное право, так сказать, на данное решение. Хотя в социальных, опять же, сетях некоторые выступили с критикой. Считая, что львам-людоедам не место в зоопарке. Но, как мы с вами знаем, друзья, сколько людей, столько и мнений. И каждый человек имеет право на свое мнение. А руководство парка имеет право решать, как поступать. Друзья, и продолжает оставаться неясная ситуация с Шерханом. Этот, вы знаете, лев-красавец, который завоевал любовь буквально миллионов людей. И когда в парке Львов Тайган сообщили, что он будет отправлен в Китай, это вызвало просто-напросто массу негодования. Многие были возмущены. Почему именно Шерхан? Ведь его так все полюбили. Про него было столько роликов. У него такая интересная внешность. И неудивительно, что он такой ласковый, добрый, очень привязанный к коллегу Зубкову. И люди пишут и продолжают писать, чтобы этого льва не отправляли в Китай. И, видите, словно сами небеса услышали мольбы людей. Не получается. Шерхан застрял в Минске, в Минском зоопарке. И не получается его отправить в Китай. Олег Зубков тоже выступил по данному поводу. И сообщил, что если не получится Шерхана отправить в Китай, то его вернут в Крым. Он сказал, что сделает все возможное для этого. Поэтому ситуация с Шерханом пока не ясна. Но в любом случае шансов, что он уедет в Китай, с каждым днем становится все меньше. Останется ли он в Минске или вернется в Крым? Посмотрим, друзья. Я думаю, что скоро уже этот вопрос тоже разрешится. Но в любом случае Минск, по мнению многих тех, кто следит за жизнью Шерхана, все-таки лучше, чем Харбин, куда собирались направить Шерхана. И где довольно-таки суровый климат для южного животного. И, друзья, по расследованию гибели Леокадии пока, как известно, длится следствие, идет тайна следствия. И никаких официальных новостей нет. Что ж, друзья, вот такие вот новости на сегодняшний день. Будем продолжать держать вас в курсе событий. Всем мира и добра. Пока-пока.